Мы находимся на верхней террасе в доме номер два по улице Балтийской. До 2009 года здесь кипела жизнь. Находилась здесь военная казарма Арсенала, но после взрыва про это здание, кажется, полностью забыли. Однако до сих пор здесь живут, а точнее сказать, выживают люди. С фасада это трехэтажное здание похоже на старую заброшенную школу. Окна разбиты, двери заколочены, кирпичная кладка рушится на глазах. Здание с деревянными перекрытиями было построено еще до войны, в 1940 году. Раньше здесь находилось общежитие, казарма и временное жилье для работников Арсенала. После взрыва в 2009 году военные уехали, а про жители общежития, кажется, просто забыли. Эльмира Салахова живет в доме на Балтийской почти всю жизнь, 34 года. У нас нет ни горячей воды, ни отопления. В основном мы пользуемся все равно обогревателями, потому что невозможно холодно, то есть не протапливается наше здание. Мыться нам тоже негде. У нас есть комнатка, где мы можем помыться, но для этого нужно нагреть воду. И комната там в таком ужасном... На стенах внутри здания облупившаяся краска и плесень. На потолке многочисленные следы от протечек после каждого дождя. Комната, где должна быть общая ванная, не оборудована ничем, кроме трубы с холодной водой. Чтобы помыться в пластиковых тазиках, жильцы греют воду в чайниках и пользуются кипятильниками. Набрать холодную воду можно только в одном месте – из шланга. Если отменять трубу, то здесь даже начать над раковиной только. Она может просто рухнуть, и мы вообще останемся без воды. Поэтому мы даже не трогаем. То есть, получается, вот отсюда вы набираете воду для приготовления еды, для того, чтобы помыться и... Да, да, да. Это вот единственный у нас об чаек, вот этот родничок. Лидия Павлова живет в доме на Балтийской с 1994 года. Почти 30 лет назад женщина устроилась работать в военизированную охрану арсенала. Получила комнату в общежитии. Очереди на квартиру Лидия Геннадьевна не дождалась. Так временное жилье стало для нее постоянным. Ну, проблем у нас очень много. Очень. И изначально они были, и после взрыва, до взрыва еще, как бы, все равно, говорю, обращались уже ДЭ. Свой электрик был, свои сантехники были, устранялось это все. После взрыва все за свой счет делаем. Все, что-то своими силами, что уже нам не под силу вызываем. Недавно в доме загорелась проводка, которую никто не менял с прошлого века. Провод расплавился, и лишь по счастливой случайности удалось избежать пожара. Снутри, например, медный провод идет, а здесь протянут алюминию. Поэтому у нас постоянно возгорание, нагрузка. Да, очень много возгораний. Я жила раньше в том крыле. У меня сгорели из-за электропроводки после взрыва. Две комнаты полностью выгорели. Вместо ремонта общего имущества в управляющей компании сообщили, что этот дом они больше не обслуживают. Все свои коммунальные проблемы жители должны решать сами. А после взрыва на нас просто никто не обращает внимания совсем. То есть при арсенале еще как-то более-менее можно было обратиться в штаб. Там какие-то проблемы, если когда-то возникали. А сейчас мы просто даже не знаем, куда обратиться. Активные жители дома обращались в прокуратуру и в администрацию города Ульяновска. В ответ им пришло письмо. Из него следует, что жители должны сделать независимую экспертизу, чтобы дом признали аварийным, а людей расселили. В этом году от агентства госстрой-жилнадзора в управление ЖКХ поступила информация о наличии признаков аварийности этого дома. В данном доме большинство площадей находится в собственности муниципалитета. И муниципалитет имеет право затратить бюджетные деньги на изготовление данной независимой экспертизы. Сделать экспертизу за счет городского бюджета в этом году не получится, так как средства по этой строке уже использованы. В 2024 году независимая экспертиза по дому на Балтийской-2 будет сделана за счет городской администрации в приоритетном порядке. Остается надеяться, что расселение семей произойдет как можно скорее. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ